Девушки отдыхают 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 Вы этих ребятишек знаете? Вы все постоянно молитесь об этом наследии Божьем. Они называются наследием Божьим. Но это наследие как себя ведет? Вот они почти тут большинство, все причастились, считай. А раз причастились Таин Христовых, они должны быть как пламенеющие огнем Херувима и Серафима. Мне поступило такое известие. Один из наших вот этих членов церкви ударил другого. В лагере это ЧП у нас называется. Сразу бьем в колокол и весь лагерь собирается. Без наказания я не оставлю. Семь горячих будет. Кто кого ударил? Не сегодня, не вчера, недели две назад. Я позабыл сразу. Кто кого ударил? Поднимите руку. Ну если не поднимешь руку, значит спрятался. Как у нас в лагере, говорят, ухватился за заднее место, чтобы не наказали. А за тебя накажут другого. Кто кого ударил? Посигновение на личность. Притом на брата во Христе. Выйди, Нестор, из строя. Ты кого ударил? Сколько тебе лет? Семь. Семь. А кого ты ударил? Ваня. Никого не ударил? Ваня. О! Видишь, как память прошибает. Это надо его захватить. Надо помнить. Я неделю должен был, две недели стучать к Богу, чтобы его сердце пробудить. Вам все равно? Я не слышу, плохо вижу. А кто он такой, Ваня? Ваня. Громко говори. Твой брат. Твой брат. Родной брат, одна мать у вас, один отец. Хорошо, переводи, Игорь. Где отец-то? Почему сидите плохо переводите? Так, а за что ты его ударил? Он меня тоже ударил. Плохо слышал? Громче. Меня тоже ударил. Я спрашиваю, ты, за что ударил? Донос неоправдание. Еще дедушка этому горькому говорил, Пешкову. А Ване сколько лет? Десять. Десять. Да вы в разной весовой категории. Он же тебя мог, знаешь, как стукнуть? Как ты мог руку поднять на старшего брата, когда вся Библия говорит, старший в почтении у младших? Старшему все принадлежит. Первородный. Так, родители, кто у него? Передай ему, отец глухонемой, навести справки. Ему отказан единственный ребенок в нашей общине, которому отказано приезжать ночью в лагерь. Но я оставляю маленькую лазейку. От батюшки должна быть характеристика в песенном виде. За тебя. И ты знаешь, за что тебя отказали? За что тебе отказали быть в лагере нашем детском? Матери. А? Ну, громче говори, что такой слабый? Ну, за что тебя наказывал несколько раз и все без толку? Самая простая русская матерщина. Отец ни одного слова не скажет, глухонемой. У нас отец матерился. Матерился? Десять ребятишек ни один не матерился. Вот чудо божье какое. Здесь ни одного терка в семье нету. Я его наказывал, все, ничего не могу сделать. Он заражает моих ребятишек. Но будто бы мама сказала, что ты уже не стал материться. Правильно? Нет? Угу. Значит, к батюшке подойди с мамой, с родителями, попроси характеристику. Значит, ты дома будешь сидеть, а в лагере не будешь, не купаться, ничего. Это понятно? Да. Дальше. Я, хотя считаюсь это хозяин, да мама, я давно все подписал. Но наблюдать я обязан, чтобы дома сохранялись, как староста. И вот у нас тут береза, ель, разные деревья. Я стараюсь, чтобы каждый сучок был, как надо, представьте, елка красивая, сибирская. Приводят собаку, собаку хватило, задерживший сук сразу откусило. Собака. Еще он задумался, да нисколько, хозяин, даже нужны нету. Я бы ветка его, кажется, очистил, как следует. Ну, это жестокое, тоталитарное, всех-то сразу будет. Теперь спускаются, как плакущие ивы, березовые ветки. Две недели назад кто-то большие две ветки отломил. Так они, может, мешали. Как мешали тут у нас? Стол стоит и за столом к забору, к соседскому. Туда даже дойти нельзя, значит, надо было встать на стол, пролезть, вот такие ветки отломить, и они кровоточат всю неделю. Падает сок. А ветки бросили на пол и лежат. Я допрашиваю подряд всех, кто это сделал, не в жизни согласятся. Какое же это христианство? Кто ветки эти отломил? Взрослые, кто отломил? Одна береза, одна, тут легко высчитывать. А кто? Молчок. То, что здесь не приведено в порядок, Златоуз говорит, будет на суде Божьем, там Бог подведет черту. Нам надо это? Вы не думайте, что оно такое маленькое? Ну, голову повернуть, что такое? По сегодняшний день соляной столб стоит. А это были образы для нас. Я сегодня небольшой вам материал приготовил. Второе. Моя площадь. Когда делали горку, А там рядом снег набросали на яблони. Снег бы-то вот было. И где снег был около яблони, Полностью всю кору съели мыши. Яблони пропали. Ну, просто пришлось пилить. Но одна яблонька настолько хороша, Толстая, Яблок много. И кора вся съеденная. Если бы мы утоптали снег, То не было бы. Или там этим, Называют, Рубероидом обкинули, Спасает. Мы этого не сделали. Ну, вот весна расставила. Что делать-то? Ну, я же, какой я ботаник-то? Ну, мы с братом нашли глину, Размочили, Она засушенная была. Он рукой мажет, Вот брат Володя, наш оператор. Я говорю, бумага такая блестящая, Ну, как вот бывает, Конфеты заворачивают сверху. Материей замотали, завязали. Я две яблони так спас в прошлые годы. Я не, нормально росли, Ну, шкуры нет, Ну, насадку-то делают, че. Это шкура. Она называется кора-шкура. В субботу мы делаем общую уборку. В понедельник я смотрю, Деревья голые, Все развязано, ничего нет. Я так и опешил, как так? В моем дворе, В моем саду, И меня даже не предупреждают. Я сделал, Ну, я же не для себя делаю. Мне-то это уже не надо ничего. Я куда делась-то? Туалет у нас, сортир. Я полез в туалет смотреть-то, Может, сбросили ребятишки-то. На кого? Подозрения-то на кого-то из вас? Ну, взрослые-то не могут этого сделать-то. Нету. Я к соседу полез через забор. Может быть, там? Там нету. У нас недалекая свалка. Пошел на свалку, Всю свалку обошел, Найти, где это валяется, Узнать, кто это. Ребенок туда не понесет, взрослые. Так нету у них дела. Что делается? Я тогда, кто занимается дачами с вами? И начал звонить. Александра Михайловна, где она? Вон она. Я ей позвоню. Она вещь сейчас сделаю. Она очень послушная. Мгновенно начала обзванивать всех. Приходят галины две. Ну, все это садоводы наши. Никто нет. Ну, что это может быть? Бог милостивый. Помните, Иуда Бенгур говорит? Кесарь милостивый. Я с галерта спас когда? Кесарь. Ну, Кесарь это царь. Наш царь. Я не называю. Это не надо даже. Просто помолите, чтобы у нас этого не было. Бог все проявил, все выявил, нашел. Так, мало того, я начинаю говорить. Не надо говорить. Под боком у меня сидят. По телефону я разговариваю. Сделали. Человек тот просит прощения. Я говорю, за этим другое есть. Вы любите или властвует над бужьями? Я на днях выставил ролик о том, как написано ролик из заголовок. Как правильно пороть жену. Не крутите головой. Все берется по священному писанию. Все как надо выставить. Человек это доказывает. Сначала вот так. Особенно, когда наступает ночь, жена к тебе расположена. А ты во время положи плетку ей покажи. Немножко погладь плеткой. Постепенно приучай. Ну, как собаку учат. Лошадь. А постепенно. Потом, говорит, научишь. Она начнет серьезно тебе перечить. Тогда головой и между ног зажми. И отпари. А раньше, говорит, как было. Сильвестр написано. Домострой-то. Отец отдает ее. Говорит, вот плетка вместе с дочерью я отдаю тебе. Теперь у тебя. Я не за это. Я говорю, что есть. И рядом ролик поставил мусульманка. Видать, что русская. Статная, красивая женщина. Одета, как будто из нашего круга вышла. Поводник у нее. Также платок второй здесь. И она говорит к сестрам. Ну, к мусульманкам говорит. Улыбайтесь чаще. И мы оговариваемся с мужьями. Да какое мы имеем право говорить, когда ему Аллах дал право над нами. И когда показано было, она по-своему, а-ля-ля, потом сразу поясняет и тут же разъясняет. Показано было в аду. И кто там в аду посмотрели? Почти все женщины. Большинство женщин. А за что? За непокорность мужьям. Вот я этому человеку и говорю. Вот ты здесь властвуешь. Теперь исследуй. Как ты могла подойти к дереву, видя, что завязано. А я думал, тебе думать не надо здесь. Тебе надо только прийти, помолилась. Ты что, хозяйничаешь-то? Я тем более рядом в 20 шагах. Ну, стукни в окно и скажи, что ты глупый, завязал дерево-то. А я думал, думать не надо, говорю. Предупреди хотя бы. Зачем самовольничать? Я даже вообразить не могу, как это можно в чужом деле, в чужом доме, в чужом саду. Даже не знаю, как. Не дают сказать даже слово. Я говорю, значит, исследуй себя. Ты мужу противоречишь обязательно. Это уж я знаю. Ты домашнее свое поведение внесла сюда. Ты, дети, которые у тебя женаты, вышли замуж, ты обязательно вмешиваешься. Почему? Потому что ты здесь не убоялась ничего. Даже меня не предупредила. Хотя я не позволяю. Шалости такие. Ну, кто слышит, кому я говорю, для себя возьмите. Я не хочу даже обнародовать. Просто помолите, чтобы этого у нас не было. Нам это понятно? Сколько говорят сегодня о детях, как их сохранить? Не сохранить. Не сохранить. Их хранит только Христос, когда дети приучены к страху Божию. Наша мама ничему нас не научила. Она не грамотна была с отцом. Полкласса вместе нет. Но она сказала, есть ап и рай. Нельзя то-то делать. Страх вложила. Это было моим избранием перед Богом. И в этом страхе Бог довел до сегодняшнего дня. Я сотни раз мог кувыркнуться, полезную бритву Бог провел. И я остался живой. Значит, можно детей забрать? Все, можно. А можно подождите детей забирать? Ну что? Прямо минуточку. Вот посмотрите, наши ребята, все лагерного возраста. Вот нынешнее лето, я вас всех приглашаю в лагерь. Вместе с мамами приезжайте. Там прекрасно у нас. Приезжайте вместе с мамами. Давайте. Там, кстати, гортензия цветет, знаете, не доходя от туалета, вот где вишня. Ну, тоже все кто-то обломал. А она цветет на побегах второго года. Их нельзя обламывать. Гортензия. В прошлом году прям в нее кто-то картошку посадил. Прямо вот практически вкус. Спасибо, Христос, за помощь. А то я один-то не успеваю на всех. Давай, батюшка, идем. Батюшка, вам слово. Вам слово. Не уходит, я сначала говорил. У нас интересное следование с вами было. Так, кто сможет отправить мне письма? Алексей. Здесь кто-то попросил. Маша, наверное, да. Она с собой, на. Здесь только зайти нужно будет не просто сбросить, а прямо на почту зайти. Там марки наклеить, вот деньги. На марки. Там все это отправили. Так, у нас наступает Страстная Седмица. Кто не работает, имеет, как говорится, сердечное расположение, постарайтесь в храм где-то на службу, значит, побывать на молитве. В храме где-то близко. Потому что эти службы, они особенные. Особенно в четверг, в четверг вечером уже будет храма где-то вынос плащаницы. А нет, в пятницу утром они вынос плащаницы. В четверг вечером читается 12 Страстных Евангелий службы. Вот, вечером в пятницу будет погребение, обряд погребения Господа. Поэтому постарайтесь быть на службе. В понедельник, после Пасхи, так же, как всегда, я буду здесь, если жив, здорово буду. Так же у нас будет пасхальная служба в понедельник утром. Я приеду в утреннюю пасхальную будет. Вот, в понедельник. Ну и все. Когда последние поклоны, Господи Владыка, объяви. В среду вечером. В среду. В среду, в последние поклоны. В среду за Божественную Литургию, прежде священных даров. Вот это, ну, где-то к обеду служится примерно так, она к обеду уже будет. Вот. Последние поклоны земные делаются. Только потом делаются перед плащаницей. Земные поклоны потом делаются в храме только перед плащаницей. Где плащаница, когда посреди храма полагается плащаница, изготовленная в таком надгробе. И тогда там делаются земные поклоны. Ну, у вас здесь нет, у нас не будет, у нас в Потеряевке это будет. Вот. Кто желает, можете приезжать к нам на молитву. Вот. Кто свободен, кого никто ничего не держит, приезжайте. Напоминаю, 19 мая у нас праздник в Потеряевке, день деревни. День возрождения деревни. У нас как-то были с района. Приезжали там, ну, просто в такое время, не праздник. Ну, и они все ходили, спрашивали там, кого. Ну, и встретилась и Манфиса Устинова. Они от меня спрашивали, можно мы его встретим, что с кем-то. Говорю, пожалуйста. Говорю, ходите к кому, говорите. Все. Они встретили. Как, девочка, вы живете? Да, мы живем хорошо, нормально. Вот. Ну, а как у вас вообще-то, вот как жизнь? Так, что у нас жизнь? У нас, говорит, все идет по кругу. У нас, говорит, Рождество, Пасха, день деревни. Опять, говорит, по кругу все идет. Рождество, Пасха и день деревни. Три праздника. Три на десятых. Так, значит, 19 мая будет. Я пригласил владыку Максима. Он пообещал. По телефону с ним разговаривали. Он обязательно приеду. Вот. Спросил, можно ли ему там, у кого взять с собой. Служителей там, дьякона, подьякона. Ну, вот так вот. Будем готовиться к встрече. Машка, скажи, когда ты сказал ему, у кого подьякона, там еще два рода. Ну, я говорю, что у нас устав, говорю, особый. Так, что у нас, говорю, бритый. Я в алтарь не запускаю. У нас это оглашенное читается. Он, я, говорит, никогда не постригал бороду. Никогда, говорит, я не касался бороды. Ну, ладно. Ну, вот так вот. Все. Ко мне какие вопросы? Нет ничего ко мне? Все понятно? Потом после Пасхи когда еще будете? В воскресенье. После Пасхи я буду еще в воскресенье. В понедельник буду и потом в первое воскресенье сразу опять. Так я намечаю. В первое воскресенье. В первое воскресенье будет, это называется, неделя Фомина неделя. Воскресенье Фоми. Будет Евангелие считать о том, как Фома требовал доказательства, что это действительно Господь воскресший, а не призрак. Так, все ко мне? Ничего не обоих? Ну, продолжайте. Спасибо Господь. Спасибо. Так, у нас Володя выезжает сегодня. С батюшкой. Витя просит там уже работы, выправлять ограду, готовиться к лагерю ремонту. Желающие, кто хочет поехать, молодежь. Пожалуйста. Вот если кто ни разу не ездил, то лучше не ездить без предупреждения. Надо, чтобы встретили, все-таки ехать с тракта, там 16 километров, полями. Да еще там не растаяло там. Ну, надо просто приятно сделать. А не так, чтобы были такие, ехали, заблудились, ночью ночевали в лесу, а потом застряли, а потом рубили там деревья под колеса. Вот так, отец Павел Ермоленко так ехал к нам. Ну, надо, я маршрутку даю, как доехать, а лучше взять с собой провожатого. Где съезжать с трассы, там ни знаков, ничего нет. Ну, просто 72-73 километр. А там и дорог тоже много разворачивается. Какое число будет? Число-то не сказали. Не понял. День деревни, какое число будет? Батюшка, через три недели. Ровно через три недели. Значит, Володя выезжает. Я попрошу братьев, его работу, вот то, что она делает, снимает, взять на себя. Сергей, еще помощника подобного себе найти, чтобы двое переняли. Кто хотел бы, чтобы постоянно здесь, чтобы никаких пропусков не было. Пока мы здесь, это нам не мешает заснять. Ну, кто еще? Игорь, готов? Не готов. Видите, как у нас, надо вытаскивать все время. А не так, что выскочил я, Господи, как порог Исаия. Я. А сам даже не знает, куда послать. Куда его пошлет Бог-то? Исаия-то. Куда пошлет-то? Исаия-то выскочил, он не знал, что за этим будет. За этим уже пила ждала его, чтобы перепилить. Да деревянной пилой его пилили Исаию поперек. Это не то, что чеченцы ножом-то в голову режут, в течение 20 минут уже голова долой. А это пилили, может, целый день. А я поеду. Но Господь укрепил Исаия и не отрекся. Самое-то главное где? Деревянной пилой, попробуй. Возьми щепку даже по шорке, по руке. Это было уже записано? Так. Никита, ты не хотел бы? Это на воскресные дни только здесь. На воскресные дни. На занятия и на собрания. Николай. Ну, помочь как-то. Вот в это время Володя не будет, а то, что он делает, снимает, чтобы могли снимать. Я время трачу не ночью. Ну. Валера, возьмешься в воскресенье? Не пропускай. Чтоб человек не до воскресенья не пропускал. Видите? Дальше. Володя ухаживает тут за человеком больным. Он уезжает, человек тот остается здесь. И чтобы они взяли заботу теперь о нем. Он им довольный. Все. Это Михаил Гордеев. Православный человек он теперь стал. Ну, надо, чтобы ухаживали. Он ходящий. Все. Ну, не всегда. Так. Кого-то у нас тут нету, знает. Людмила Степановна. Давайте берите с кем-то. Ходите всегда по двое. Вдвоем ходить. По нам не ходить. Я сказал, ничего не нарушать. Слушайте внимательно. Я не даю пояснения. Вам этого достаточно должно быть. Найди кого. А то в городе. Он, Володя, находил один раз в неделю. Человек самостоятельный. У меня ничего нет. Я ему луковку положу, чесноковку и сухарь. В общем, богатый тем и рады. И он за все благодарил. Опять идет. Мне сейчас лук мелкий, две малы. Бывает морковку положу ему. И он благодарит. Он был в Москве и нас всегда принимал. Он очень любил меня. Там жена говорит, где он в комнате был, никого не запускал. А когда я приходил, уложил, сарапал, а меня на кровать тоже упал. На диван. Видите, а дальше многое что-то изменится. Не в этом суть. Мы даже помним даже одну минуту добра, которую получили от человека. Через него мы многое доставали. Он знал, где магазины. Пленки когда мы. Мы грузили пленки буквально машинами везли. Это катушки тогда были где. Слово сказать, катушки. Вот когда путь человеку угоден Господу. Мы пришли везде, две-три пленки. И в одном магазине пришли. Ну, ящики были 60 пленок. Так, а тут ящики короткие, 100 пленок. Ну, 100 катушек. Представляете, как их поднимать-то? К директору денег нет. А директор сказал, а вы мне не могли бы Библию достать? Могли бы. А пленки-то могут разобрать? Да берите. Так у нас денег нет. Ну и что, придете же завтра? Первый раз нас видят и отпустил нам на такие тысячи. Тогда тысячи. Это что деньги-то означали-то? Это Бог так делает. Это все в памяти остается. Так, у меня сведения поступают какие. На прошлой неделе мы сдали документы в консульство. Через посредников документы. Через Германию. И теперь говорят, вот какая суть-то. Вы приглашенные, и вашей деятельностью там никто не позволит заниматься, что вы думаете. Значит, мы должны там сидеть. Я говорю, откуда это вы взяли? Что это за... У нас деятельности никакой нет. Но я очень богатый человек. Ну, я миллиардер. Раз в четыре богаче Абрамовича и Прохорова вместе. И вот я приехал теперь, и гляжу, и идут люди. Ну, я каждому вытаскиваю по тысяче евро, даю ему, и дальше дверку закрыл, и имею право. Ну, давать может. А я это и делаю. Так еще я даю не тысячу, а по миллиону каждому. И что теперь? Ну, тогда не знаем. И кто это всем советует? Людмила Плет. О которой я говорил молиться. Помните? И что интересно, вот начали мы молиться о ней. У нее там такой есть ролик о не нравственности, а целомудрии. Между нами и девушками, она называет. И когда я в деревне всех женщин, девушек собрал, и все слушали это. Вот. И вдруг она приезжает, у нее полностью пропал голос, голосовые связки. Значит, помолиться о ней. Она близко с Артисон Валентиной каким-то образом. Вот штука-то какая. Вот это я понимаю, работа и молитва. Вы просто взяли для себя. Теперь, вот сегодня слышали, молитесь с благодарением. Еще ничего нет. Только молюсь и тут же благодарю. Благодарю за услышанную молитву. Немало не сомневайся. А даст или не даст Бог, где мы будем, мы ничего не знаем. У нас сейчас впереди, молящее только воображение, что мы от людей слышим. Я уже целые тетради такие копирую, там, сшиваю вместе. Вот такие вот буквально. Как исти на дорогах, в каком государстве. И вдруг один на Мейл.ру заходит и говорит, а я из Норвегии. Я говорю, а как русские? У нас, говорит, есть Атосло, километров сто севернее, монастырек православный. И не просто православные. А первые эмиграции, которые ни с кем не замешаны. И которые остались еще потомки власовцев, которые там были, воевали там. То есть эти люди очень хотят Бога знать. Вот помнишь, кто думал, кто попасть? А мы вполне можем попасть туда. И с полновесным даром приехать и от вас. Теперь, нам нужно сейчас отправлять груз. Адрес неизменный. Но грузить надо здесь. Нужно, чтобы грузить пришло хотя бы человек 5-6. Грузить. Машина заедет сюда, и мы ее будем грузить. Груз небольшой, может быть, 3800 килограмм. Сразу отправляем, откуда мы будем. Но там предупредили, чтобы к осени ничего не осталось. Им на зиму это помещение нужно, где мы будем. Но если мы до сентября не разбазаримся, в кавычках, то придется Витю отправить поездом, мы останемся в сентябре. Нам нельзя оставлять еще. И меньше взять нельзя, второй раз не пошлешь. Мы вообще ничего не знаем. Нам нужна такая помощь, чтобы нас на руках буквально несли. Я говорил, кто бы мог так прийти, грузить, если это будет дней через 10. Поднимите руку. Так, один, два, три, четыре, пять. Ну, еще кто-то найдется. А я шесть, семь. Сколько грузить, я думаю, за час все может сделать. Через 10 дней не получится больше. Дней через 20. Пожалуйста. То есть нам нужно, чтобы мы были здесь и погрузили. Идеально было бы так. Мы едем, на один день раньше приехали, а он в то время приходит с грузом, и мы с нами там помогаем. Ну, это мечта. Ну, не мечта. Ну, очень хотелось бы. Ну, где-то так рядом может быть. Теперь смотрите, что у нас получается. Я просто вам сказал, надо сказать этим. Скажи, что куклами началось богослужение, дети в куклы никто не играли. Куклы все на третий этаж. На третий этаж, а придут, тогда пусть занимаются. Куклами не привязывайте их. Я даже допускаю, что они могут спать, дети в это время, даже покачаться, пойти. Но куклу убрать, я интуитивно чувствую, что этого делать нельзя. Это нельзя, это не игра. Уставшему ребенку можно дать это, но их куклы не играйте. Или занимайтесь Словом Божьим. Вы слышали, есть такие адвентисты седьмого дня. Я не очень с ним знаком, но они мне загадали загадку. Не они, а я через их учения пришел. Это редчайший случай. Ну, просто взять на это для себя, говорит, на абордаж. О них помолись. Они очень любят закон Божий. И главная упорная четвертая заповедь. Она больше всего, она так вот дана, она, видите, как самим Богом дана. Они понимают ее в ветхозаветном плане, не в новозаветном плане. Но они так любят закон Божий. И у них там, как и у нас. Но вдруг они приняли, после того, как уже все у них было оформлено, много лет, приняли учение о Святой Троице. И при том все правильно. Для меня это вообще необъяснимое. Что-то там, в этой организации, есть то, с чего я не могу увидеть еще даже. Почему никто выше не поднимается, а только ниже разлагаются, разлагаются. Эти поднялись, они очень любят храм, вот это тело. Самые долгожители в Америке адвентисты седьмого дня. Они там залы спортивные, лучшие хирурги, врачи. Вниманием большое дают телу. Какая правильная пища. Нам поучиться можно этому? Поучиться. Я говорю особо об адвентистах седьмого дня. Они для меня просто загадку загадали. Я не могу найти, где, через что, через кого Господь сумел поднять их. А больше никогда никто не поднимается. Только идут ниже. Как православные наши. Если бы мы вернулись в своем православие, то все секты могли бы сказать, все, теперь мы с вами не спорим. Нам от многого нужно было бы уже давно-давно отказаться. А мы понятия этого не имеем. Ну, я не хочу в подробности даже вдаваться. Хотел сказать, что имеет силу слово убеждение. Я, видимо, потерял эту силу. Потерял. Я так думаю. Вот сколько времени я вам говорю. Вы помните, я говорил, нам потребуется для поездки примерно 10-12 тысяч евро. Это 500 тысяч примерно. Только там. Горючие там ниже 1,4 евро. 1,4 евро за литр. Нигде не опускается. Нигде. Только высшие есть там 1,8 и прочее. И вдруг мы уже по сегодняшний день практически себя обеспечили. Почти без помощи общины. Но внутри страны нам потребуется, ну, в общей сложности где-то 185 примерно тысяч. Нужно об этом позаботиться. И отправка в контейнеры где-то 50-60 тысяч. То есть 210 в этих пределах. Подумайте, когда я жил в Лос-Анджелесе, жил на квартире у Орлова Никиты Пеоктистовича. И теперь он митрополитом в зарубежной церкви. А у него жил на квартире, не на квартире, а как бы ухаживали, болел, самый строгий всех архиереев Антоний Лос-Анджелеский Синкевич. Он был начальником миссии когда-то в Иерусалиме. И он такой строгий канонист. Я ему представил, когда у меня на листе было крещение, покаяние. И он все считал. Такие вопросы задал. Все принял как есть, от буквы до буквы. Но когда я ему все рассказал, как мы живем, вдруг он остановился, а мы каждый день с ним на прогулке были. И он пошел в банк и снял все, что у него было, и отдал мне. И когда Татьяна, дочка этого Орлова, меня везла, я говорю, а сегодня Антоний. А у него деньги там немало, 4,5 тысячи долларов-то. Ну, за человека, у которого ничего нет, это деньги. Это он дал, он такой скупой, он нигде не грамот. Да вы что, да это не может быть. Они никто не поверили. Вот сила убеждения, я его не просил, не говорил. Но он открылся так, что поехал, как говорят, зомбированный. Но это не тот человек. Пошел с книжки, снял все деньги, отдал, ну, со счета своего где-то. А я не могу, как говорится, расшевелить. В прошлый раз дают какие-то 100 рублей. Ну, понимаете, 100 рублей и деньги. Но это не деньги. И деньги, и не деньги. Святые, и не святые. Вот у нас стоят оглашенные. Ну, сказать, с оглашенными изведите. У нас оглашенный только один. Сегодня 7 человек стоят там. Оглашенные изведите, вышли 7 человек в притвор. А по-настоящему оглашенный только один. Вон сидит. Олег, он настоящий. А остальные под епидемьей. Половина из-за бороды. Что бороду? Значит, исправить положение надо. Сегодня еще есть эта возможность. По разным причинам. То есть из 7 выходящих, один только настоящий. А остальные-то шли бы нормально-то. И этого не было бы. Я сегодня только увидел и подумал, проценты слишком не пудышные. Вот если бы один был ни за что, а 7 вновь пришедших, оглашенных, ну тогда. Это и в порядке было вещей бы где-то. Дальше. Я бы так довольно продолжительное слово хотел сказать. Вы слышали о туристической группе Дятлова? Игоря Алексеевича. Это 1959 год. 10 человек они вышли. Лучшие там. Ну, одна там какая-то. Небольшой холм. И он назывался по Манси. Там Манси живут. Не ходи туда. Название ее переводится на русский язык. Не ходи туда. То есть не восходи туда. И теперь, вот уже 50 лет назад это было. Уже больше. И все продолжается. И продолжаются споры. Разные версии. НЛО, Лавина их там задавила. Или что-то. Нашли, кое-как их нашли. Разрезанная палатка. Разрезанная изнутри ножами. И они все разбежались. Кто, где. Все до одного погибших. Один спасся только. Который на подходе. Километров там за 70 заболел. И он остался Юрием. Там Юрием что ли? Остался Юзин живой. Один. И фотографии, и фотоаппараты. Все лежат там. Нетронутый спирт. И они босиком выскакивали. Все. Какой ужас был. Отчего. Видно было, что для них была смерть. Там все. Они уже все понимают. А попытка выскочить. Может быть остались бы живые. Ну как. 30 градусов мороза. Они бежали. У одного глаза вырваны. Язык вырван. Переломанные ребра. Черепа там проломаны. И главное. Ребра где ударили. А нигде синяка нету. Экспертиза показала, что все переломано было, когда живые были. И у всех такие глаза. Такие. И все это трупы. Сфотографируют. Обычно не фотографируют. То кто их видел. Родные просили закрывать, чтобы никому не показывать. Такой застывший ужас у них на лице остался. 50 лет. Там зарубежные. Органы. Но органы власти. Москва. Прихорщивая. Засекретили все. Что это такое? Я один раз только ничего не знаю. Не считаю. Просто прочитал. Я сразу сказал. Это демоны. Им явились демоны. Демоны их. И все. Дальше я стал считать. И вдруг сегодня нахожу. Отшельница Лыкова Агафья. Она открывает тайну. И она ей фотографии показывает. Она смотрит. А у них лица черные. Вот есть такие места, где духи разные. Туда нельзя подходить. Она говорит то, что... А вчера вечером я попросил братья Кишиев. И вот Игорь Добунов. Володя. Я ролик сделал и поставил. Он на второй строчке сейчас стоит. Дятлов. Игорь Алексеевич. Там стоит. Я показываю на основании. И Библия с экрана снимается. Я доказал по Библии. Доказал. Другого варианта нет. Вот другие говорят. Вот было то-то. Лавина. Да где лавина-то? Из-под лавины. Если они выскочили, видят лавины никакой нет. Они бы вернулись. За километры убежали и все застыли. Перевернуты. Переломаны. Кто? Они что угодно говорят. Там шпионы. Ну то есть... И все версии. Допустим 50 версий разных людей предлагают. И все уязвимые. То, что я, да и совершенно не уязвимое. И вдруг сегодня нахожу еще один ролик. И там какой-то на Украине живет один. Ну церебральный у него болезнь. Вот здесь искаженный вот так вот. Экстрасенс. Ему фотографии дают. Дают вот это вот. Что вы скажете на эту фотографию? И он начинает сразу говорить. Их эти духи взяли. Это вот бывает там НЛО. А местное население их допросили всех. Может они это сделали? Гора это у них. Гора проклятия. Как нельзя туда заходить. И они разные легенды. Что-то при новом потопе было. Там зашли. Умерли. Нельзя. То есть совершенно никто говорит. А он смотрит и говорит. Экстрасенс этот. А сам весь искаженный такой. Даже глядя больно за него. А потом взяли и показали, который Юдин Юрий остался где. Он-то не знает. А портреты нормальные какие-нибудь. Веселые ребята, студенты. Альпинисты лучшие. Он его взял, этот портрет и смотрит. И он не наоборот. А этого духи не взяли. Он Богу нужен. Вот как. Я в Латвии где обратился. И соседки. Ну дверь в дверь открывается так. И у них потерялся ее брат. Высокого роста. Представительный. Потерялся нигде нет его. Ну наказали там одна. Есть такая. Как эстрасенцы. Тогда ведьма, колдун. Ну сказали принести то-то, то-то. Там материю. Там что-то там. Не помню. Сахар ли. И теперь она в стакан бросила. Говорит. Смотри. Он потерялся. Бесследно исчез. И она видит как он сидит. В большом обществе. Там женщины рядом. Выпивают. Все. И потом все закончилось. А что дальше? И вдруг она видит. Труп плавает. Труп плавает. Плавает. Он на дне лежит. И у него там на шее камень. И вдруг камень отрывается. А как это может быть? И вдруг отходит корабль. Винтами ударил. Вода-то пошла вниз. Его оторвало. Он всплыл. И тогда одна подошла. Которая верующая. Ей тоже хотелось узнать. А подошла к нему. И вот этому. Ну не мог бы. Ну почему нет? Принеси. Я говорит. Принесла. То есть это нельзя делать верующими. Она сделала. Она только начала смотреть. Сразу на нее. Ты зачем спрашиваешь о живых? Мы же говорили. А о мертвых? Так он умер. Его нету. Он живой. Таково не христианин был. Ну да. А у Бога они все живые. Это ведьмы-колдуны знают. У Бога они живые. И поэтому над нами власти никакой сатана не имеет. Они пошли туда. Они не были ограждены молитвой. Ни постом. Ничем. Девять человек. Все погибли. Шесть мужчин. Кажется. Или семь. Две женщины. Ну девушки. Студентки. И вот эта которая погибла. У которой язык вырванный. А теперь ее сестра говорит. Она была языкатая такая. Понимаете? Это все имеет там предыдущее. Что вело к этому? А для чего пошли? Я говорю. Для чего пошли? И вдруг сегодня еще один ролик нашел. И говорят. Атеистический был строй. Ну вот эти предрассудки. Что люди верят. Они пошли доказать на деле. Что ничего нет. Какая-то гора запретная. Да плевали мы на это. Мы докажем. Самое сильное. Они доказали. Говорят. И никто не узнает. Что они видели. Но что они видели. Это отняло у них разум. Изнутри палатку пластали. Выросли. Только теперь когда выдуло. И следы босиком. Как они бежали в разные стороны. Где даже некоторые за два килограмма. И там погибли. Главное фотографии неоднократно показывают. Поэтому избави нас от лукавого на месте. С дьяволом играть нельзя. С дьяволом бороться надо до победы. Написано. И сокрушить под ноги вскоре. С дьяволом вступающим в битву должен одерживать победу. А не просто поборолся и ушел. Ты начал бороться с пьянством. Никакие ампулы тебе вшивать не надо. Взывай к единородному сыну Божьему. Который на кресте пригвозил главу змея. Который обещан был ей. Будешь поражать его в голову. Он поразил его. А он жалит в пяту там где мы пяткой земного касаемся. К земляному привязано. Тут он нас и жалит. Тут и жалит. Разводы устраивает. Всякие пакости. Я вот это увлекся этим. Почти два дня посвятил. И сегодня смотрю уже в общее число. Наш ролик уже занесли. Уже на него ссылаются. Мы показали, что только надежда на Бога спасает. И никогда не надо. А я пойду я поборюсь. Серафим Саровский, когда с Мотовиловым беседовал. А Мотовилов-то Александр Николаевич говорит, вот бы побороться с ним. Он говорит, ваше боголюбие, что ты сказал? Да увидеть. Как увидеть? У них такой отвратный вид. Он одним когтем может перевернуть землю. Ну может быть это образно понимает. Что ты? Что ты? И сколько погибло семеро? И сразу вспоминается, у первосвященника Скевы было семь сыновей. И они тоже пытались. И дьявол напал на них такую силу, говорит, ну через этого. Что они, говорит, ноги бежали. Тут точно все так же. Восемь. Восемь было их. Восемь. Шестеро мужиков и две бабы. И девять погибло. Девять. Ну тогда значит три. Значит семь. А, семь мужиков? Да, теперь семь мужиков уже. Они говорили, что упускали одного. Ну я ссылаюсь только на то, что говорят. То есть разные цифры. Сегодня уже утвержденные говорят семь. И главное, власти не хотели давать хоронить и только там. Но родные встали только здесь. И тогда привезли, чтобы никому не показывать их. И власти тоже понимали, что от чего секретить-то здесь. Никак нельзя было. Это лучшая доказательство того, что есть Бог и есть темная сила. Избави нас от лукавого. С этим играть нельзя. С этим мыслить нельзя, не подходи. Близко не приближайся, которые колдует. Почему наши церковные правила говорят, что если ты принял в дом, ну просто экстрасенса, ну покормил его, на два года от церкви отлучается. Если ходил к этой ведьме, что-то вопрошал на пять лет. А если ты этим занимался, на восемнадцать лет приравниться к убийству вольному. Как киллер. Каноны для чего-то написаны? Я говорю для православных. У кого канонов нет, что с него спросишь-то? Я вот у Покровского собора стою, женщину знаю, говорю, так я слышал, ты постоянно ходила к Ашпировску, там заряжала эти от чумака. Ну да. А идешь причащаться? Ну так я батюшке сказал. А батюшка еще, он говорит, да я сам смотрел все это. Вот. Я говорю, да восемнадцать лет. Ну я уже причащаюсь не один раз. Да кто же тебе разрешил правила, потому что вы лжеправославные? Истинно православный никогда не покусится, чтобы ему послабление делали. Ты сделай так, чтобы действительно было видно, что ты христианин. Смиряю и порабощаю тело мое. Я составлял симфонию на жития святых. И там я назову, ну допустим, тридцать житий святых, где прямо показано, как бесы бьются с человеком, как бьют его с человека, как ломают. И многие умерщвляемые были. Так что тут ничего нету. Видимо демоны через палатку, а им какая разница, препятствий для него нету. Они стали, ну и что-то им сказали или показали. Они ножом только располосовали, выскочили. Им было это лучше где-то, чем тут, что тут явно была смерть. И все, доигрались. Как? Круто заваренный чай? Это не выдумка, просто зайдите где-то. Этим занимается 50 лет исследователи не одной страны, а многих. Этим, вы не сказали, что нигде никаких следов-то не было, кроме их босых. Да, ну следов нигде стали там придумывать, а там идти тайгой, тайгой, тайгой. И они не нашли бы их, тогда охотник Манси вывел их. И вот показывает, он допрашивает следователь, а все запротоколировано, все. Теперь исследует каждую строчку. И говорят, а вы случайно Манси там, вы же не любите русских? Он говорит, нет. Туристов всегда принимали, все хорошо. Но это дальше, километров 70 где-то. А здесь нет. А тут над ними шары летают. Какие шары? Сразу записывают шары. Ну, шары. А какие? А второй молчит, видимо, совсем мало понимает по-русски. Ну, какие они? Зеленые? Нет. А какие? Огонь. А внутри черные. В самом деле, люди, которые видели, очень счастливы над тем местом какие-то неопознанные летающие объекты. Ну, любят сегодня это слать. НЛО или какое-то. Там аэростат. Ничего этого нет. Есть только одно. Бог. Граница дьявол. И не можете служить Богу и мамоне. Сережа, будь внимательным. Лукавый сильно подлавливает. Он особенно любит спящих. Во время сна навевает. Где сон, там блуд. Запомните. Это в обнимку идущие два греха. Надо просто знать, что такое. Вы, ну, понимаете как. Вот человека, допустим, это жадность. Жадность у него. Это обогащение. Дальше жестокосердие никому не дам, только мне. Это грехи. Они идут, как правило, на пару. Вот так. Видите, сколько я вам сегодня приготовил материалов. И гляжу, кто с кем, вот, бывает, даже знакомые, знаются. По образу и подобия себе ищут. Старайтесь все-таки товарищей, друзей себе заводить такие, которые призывали бы вас к молитве, к радости в Боге, почитать священное писание. А не просто. А что вы сидели? Ну, у них родственники приехали. Ну, были. Да, маленько налили, я маленько тоже там. Ну, и щекалась. Ну, да, щеклые-то я вы все. Еще с вас спрашиваю. Да зачем же ты за стол-то садилась? Ты посчитай об этом, что говорит Серафим Саровский. Что об этом оптинское старство. Даже пустую посуду пальцем не задевай. Дети запились, муж пьет. А ты-то где была в это время? Мне одна пишет свидетельность Ягова, яговистка. У меня муж. Сатана настоящая. А чем сатана? В 84 года. Я внуку начинаю молиться, а она... А дед говорит, пойдем играть в пешки, в эти шашки-то. И он с молитвы встает. Сатана. Она прямо видит, что сатана. Она не православная. И дальше она все рассказывает. Вот, говорит, друзей привел коммунист он у меня был. Да такие же унес коммунисты. Большие начальники приходят. А я им капусту. И ничего больше не даю. Так они перестали ходить. То есть капусту не любят козлы. То есть она знает, как бороться, а мы не знаем. Ты чего ты их привещаешь-то? Они на погибель пришли. Капусту дай ей. Поучиться везде можно чему-то. Везде есть люди хорошие. Я не о Вере говорю, а о поведении, о нравственности. Нам учиться и учиться надо все время. Вопросы? Можно? Тут вот вопрос у нас был о пуссинарах этих девчонки, которые посадили тут у нас. А там в Германии свои у них есть. В Феллине называются. И показывают последние там были. Ролики сейчас вот. Эти... Ну они такие же тоже. Голые девки, короче, молодые. И тут что-то порасписано. И решили они акцию провести, как эти пуссинары. Ну видать им пошло это все. Они там... Давных, короче. Даже язык не охота ломать. Ну и они выскочили. И на кого? А у них там кардинал немецкий есть. Он там сам испанец, а он там в Германии. И он вышел и говорил о благотворительности детям. И они тут выскочили. Разделись резко так у них. Все. И на него кинулись. Какой-то его... Чем-то начали посыпать его. Толкают, бьют там. Ну девчонки как могут. Он такой крепкий мужик. И он при всех... Камеры снимают. Ну телевидение это настоящее там и много. И он при всех упал на колени. И вот так голову поднял. И вот молится. И показывает. Прям падает, молится. Они вокруг него как забегали, забегали. И говорит, пробежались немножко, потолкали его. И потом, говорит, каким-то ужасом, говорит, объятые, говорит, их как сдуло. Разбежались и все. И даже не надо было их охранникам ловить. Они побежали уже. Видно, что... Говорит, вот это, говорит, он им показал, говорит, настоящее христианское смирение. А что, говорит, в России-то так не сделали? Вот я про это и говорил по храму Христа Спасителя. Посадили этих девок, там толоконник, по-другому. Что вы делаете? За них буквально вся Россия. Зачем это было трогать? Надо было молиться и все. Они потому такие, что мы такие. Надо на это всегда смотреть. Какие мы? Какие отростки идут? Они такие и идут. Вот как вы говорили о молитве. Ну молитва это, конечно. Надо молиться крепко-то. Но надо все-таки смотреть, о чем ты молишься. Ты чего просишь? Ты просишь его наказания врагов или чего? Но я прошу, чтобы как Богу угодно. Вот это и надо больше ничего. Ничего не надо. Ты понимаешь? Бог делает так, что и врагов его примеряет с ним. Внезапно все изменяется. Внезапно. Но я просто свидетель своей жизни была неоднократно так. У меня выхода никакого нет. Сразу на молитву встал. Все утихло. Проходит время. Гляжу друг друга уже утешает. Тише, тише, тише. Он молится. Все. Результат тот, которого никогда и не ожидал бы. И не знал. Довериться надо. Я умирать буду. Почему святые просили перед смертью разрешить помолиться? Помолиться за врагов. Еще можно? А как мы будем в субботу и воскресенье? У нас как будет проживаться? Как будет, да? Вместе вы приходите. Служба начинает чтение апостола на русском языке. Здесь у нас... Ну, во сколько начинает обычно? Пол одиннадцатого? Пол одиннадцатого. Пол одиннадцатого. Ну, старайтесь, пара еще нет. Мы же не успеваем прочитать. Мы не начинали раньше. Мы же читаем где-то с восьми часов деяния святых апостолов. Да, да, да. Ну, а потом, как всегда, богослужения братья у нас есть. Здесь после этого трапеза будет у нас. Без двадцати мы начинаем? Без двадцати где-то, да. Где-то без двадцати. Короче, к половине тут надо быть всем уже. Без двадцати двенадцатого. Уже всем надо быть. Так, вы знаете, завтра, сейчас скажу. Завтрашний день называется как? Ну, для всех какой. А иной разрешают, а другой не разрешают. Ну, есть профессиональные праздники. Сегодня день авиаторов. Сегодня придумали там день матерей, семьи. Завтра день торгашей церковных. Завтра называется вертепный понедельник. Господь в этот день порол и выгонял их. Это вертепный называется. Вертепный понедельник. Ну, и все дни даже, что Господь как делал? В среду, значит, Иуда пошел заговор делать. Среда это профессиональный праздник всех сексотов, стукачей, всех предателей, изменников. Кто бы они ни были, какие бы герои ни были в глазах людей, но они все предатели. Раз он предал свой народ, предал церковь и прочее. Иуда пошел в этот день, договорился с деньгами. Ну, а по пятницу это понятно. По нашему времени, чтобы вы знали, в 9 утра Христос был уже прибитый ко кресту. В 3 часа по нашему, по местному, по Барнольскому его сняли с креста. А до 6 в это время вот успевали похоронить, прийти, помазать. А в 6 наступала суббота. В 6 по нашему наступает следующий день. Хорошо запомнили? Самое строгое время в году. В году одна у нас постная суббота. Вот это на этой неделе. Постная. Ну, вы знаете, что постная означает ни растительного масла, ни вина. То у нас коротко так. У нас вина вообще не бывает. Да и растительное-то. Значит, подготовиться к этому надо основательно. Не в еде дело. А чтобы Господь действительно для нас был воскресший, живой, как из гроба восстал. Значит, там еще один вопрос. Такой же тоже возник. Тоже мы разговаривали об этом. Это сейчас в школе основу православной культуры ввели. Ну и, короче, первые уже ласточки начались. Ну и опять все так же идет, вот как мы говорим. Тут уже какие-то пророческие какие-то видения, я смотрю, у нас видения. Ну, в общем, женщина одна, это Миас, город. Знаете, Миас где? Где он? На Урале. На Урале. Правильно. Она православная оказалась. Ну, у ней духовный отец, такой, ну, нормального состояния поп, с крестом, все. И он их школу курирует. Ну, через нее. Она сама директор, эта женщина. Какая-то Мария, не могу сейчас сказать. И несколько было про нее телевизионных репортажей. Показывали даже в программе «Время», где-то, наверное, с месяц назад. Ну, вот вчера передали. И чем она, как она начала заниматься с детьми. То есть она решила ввести эту основу православной культуры по-настоящему. Она давай проверять, как дети ходят, чтобы все ходили. Это влияет на учебу. Там освещение, школы прошло. Ну, там, конечно, священники всегда. И там какой-то мальчик, допустим, там что-то пошалил. Ну, как они шалят дети. Она с ним по-своему расправляется. У нас директор был. Заходишь, он у тебя за ухо, никого нету. За ухо вот так вот выставит. Под затыльник как даст. Ну, разбирался круто у нас директор. Она по-другому заходит, там сидит священник. Так, что сделал? Ну, сознался, не сознался. Говорят, что кто-то сделал. Так, ну, это явное объяснование. Будем отчитывать. И они там давай его отчитывать. Ну, и показывают потом. Ну, вот, с одной стороны, православные мы можем понять. Ну, православная страна ввели эту православную культуру. Все. И показывают родителей этих детей, которые попали под эту отчитку. Ну, или там в беседу со священником девочки там попадали. И родители, ну, какие там родители наши российские показывают? Ну, какие они есть? Там, их же не прикрашивают, как наших телеведущих. И вот они, это что же это вот? Это вот они так? А что они сделали? Ну, они вот ее заводят, а там сидит священник. И он говорить начинает. И об этих, о бесах. И говорит он, в нем бес. Это мать там этого сынка. А еще-то что? Ну, как? И он это, говорит, что бес в нем. И вот она повторяет, на одном крутит. Перепугались все родители. Пошли там эти собрания. Ну, вот, говорится, в семье они без уродов. Так-то все понимали. А там что? Они заходят. У них иконы. Все должны молиться. А она сама в платочке, директор. Благочестиво одета. Все она в такой подрусской одеянии у нее. Тут такие вот рюшечки. Это красно с белым. Тут как, ну, как это, такие вот, как казачки носят. Да, не сарапа. Юбка такая. Тут одежда. Фонариками, все. И она рассказывает. А что, говорит, детям лучше. А глаза у нее такие большие, такие василькового цвета. Вообще симпатичная женщина русская. Не знаю, чем она их досадила, бесов этих. И дошло это до администрации. Там администрация совместно с этими районами. Давай крутить, вертеть. Ее не за что взять. У нее передовая школа. Дети все отличные. Показывают интервью с детьми. Как с нашими. Стоят девочки, одеты. Все под горлышко. Пацанята все под горлышко, в рубашках. Вот как у нас. Только нет у этих поисков. Так, сверху рубашка. У них девочки стоят. И девочки отвечают. Я смотрю, на лица. Они отвечают, знаю, со знанием дела. Они говорят, нам говорят о том, что дети, детям это очень важно. Дети должны знать. Потому что мы вырастим, нам надо будет расти, а мы ничего не знаем. Потому что раньше там так-то было. А теперь, говорит, мы уже будем знать. Нас же учат, говорит, специально. И показывают там священник. Они приходят и священник им рассказывает. Ну, подняли родителей в бучу. И директора там, как позавчера или что, уволили ее. И сейчас там дебаты начались по телевидению. А за что ее уволили-то теперь? Ну, вели православные. А она очень рьяно начала вводить эту православную культуру. То есть у нас там этот закон, он все-таки, как Игнатий Иванович сказал, он до такой степени сырой. У нас, если кто начнет, когда... Ну, хорошо, там священник нашелся. А где-то и не найдется священник, о чем он там дальше будет говорить. И там говорят, понимаете, ну, там люди сидят, соображающие, которые... Понимаете, говорит, надо было вести не православную культуру, а какой-то обзорный курс религий. Пускай это будут все религии, не обязательно православные. Ведь, что, говорит, у нас греха таить, если у нас дети-то, они неверующие. Все. И, говорит, и родители тоже, говорит, это только страна называется православная. Ну, вот это сейчас все решается. Поэтому... Это государственное, видите, я сейчас скажу. А один свой предприниматель у него где-то, ну, он поставил определенное правило. Так, ты замужем, нет? Ну, это гражданский брак. Какой гражданский в блуде живешь? Зарегистрировать брак. Повенчаться. Так, аборты кто делает, делает. Чтоб больше не было, увольняют. Вы же мужчина ревность какую показывает. У него больше он не знает, ну, просто вы развращаете страну. А ему говорят, это незаконно. Говорят, а что я незаконного сделал? Я принимаю на работу, а она у меня будет через каждый месяц аборты делать, да я буду бюллетени платить за убийство русских людей. Еще какие есть патриоты-то в России? Надо молиться о всех. Я не одобряю, не хулю, просто говорю, что есть разные люди, и можно везде учиться. Так, вот, подожди, по порядку. Дорогие мои братья и сестры, фала Господу, я вижу ваши лица родные вновь, вот, после трех недель отсутствия. Благодарю вас за ваши святые молитвы, по которым я получил оздоровление там, вот. Где там-то хоть скажи? Озеро Яровое. Город Яровое. Еще там. По названию Яровое. На берегу этого озера, значит, там есть вот эта грязелечебница, она бюджетная грязелечебница, обычная, как бы, больница. Грязелечебница, да. Да, обычная больница. Палаты. Первая палата, в которую я вошел, куда меня собирались поселить, зашел там пять человек, ну, кровать на кровати. Там не развернуться, буквально, вот, тумбочку поставили, она прям посредине, вот, между кроватями, и там не пройти ничего. Я думаю, Господи, как я тут буду среди этих пьянчужек и табакуров, и сразу на молитву, Игнат Тихонович, помолитесь, чтобы Господь меня как-то устроил. Устроил, определил. Я буквально через короткое время вышел в коридоре, жду, значит, а медсестра говорит, а вы в какую палату, я вам сказала, я говорю, в шестую, так вы врач? Да. Ну, так вот, давайте в третью, там тоже врач, значит, в третьей, то есть в восьмой палате, там трехместная. Ну, и мы были там, значит, заведующие анестезиологическим отделением Зруцовска, врач-анестезиолог высшей категории, там 64 года, ему на два года моложе меня. И этот, третий был, он уже 15 раз приехал туда. Я тут должен сказать, это вот прямое доказательство того, что спорт вреден для здоровья. У него руки вот так вот скорченные все, у него вот эти сухожилия все повреждены, баскетболист. И табельный сустав один прооперирован уже, эндопротез у него, второй тоже ходит, хромает. Вот, ну и вот, он тоже, ему 60 лет. Вот, ну, это в третий. Я хочу, что добавить, он сказал, профессиональный спорт. Профессиональный спорт, конечно. А, Ворос, а ты утром в гимназицу делаешь... Это уже не спорт, это просто физкультура. Вот физкультура полезна, а профессиональный спорт это вред. Брат только позвонил, а Володя, Володя, срочно на молитву, наш брат в опасности, чтобы он дали хорошее место. А Игнатин Ильич говорит, а кого же ты будешь обращать тогда? Ну, обращать мне нашлось кого, слава Богу. Вот, я единственный там был практически в городе с бородой. Вот, отношение к бороде... У кого удивление, у кого безразличие, у кого интерес. Вот, ребятишки по-разному относились. Одного я только нашел, значит, видимо, ну, православный, конечно, поскольку он был в храме, вместе со мной, молился, был потом на причастии. И потом, второй раз, когда я уже шел из храма, а он навстречу мне шел. И разволыбался так, ну, свой человек. Как бы приветствие такое. Ребятишки, значит, ребятишки там, ну, лет по 10, наверное. И один такой дерзкий, один среди девчонок в окружении. Ему надо показать себя, что он такой смелый. Говорит, а у вас борода приклеенная? Ну, как же приклеенная? Конечно, нет. Вот, но, значит, а потом иду по улице, гулял там по городу. Идет мать с девочкой, девочка, ну, такая дошкольного возраста. Смотрела на меня, вот бы нам такого дедушку на Новый год. А вот сказали перед девчонками, вы слышите, артист такой, Певцов Дмитрий. Очень известный. Сын у него, Даниил, вернулся к нему от первой жены. На третьем этаже, там, ночью гуляли, на перила стал показать девкам. Грохнулся, головой упал, там, три дня в реанимации помер. Все сочувствуют и прочее. Ну, просто надо свои силы рассчитывать. Один, говорит, я настал подниматься, могилу копали. Ну, решил, ну, что такое, раз, и даже не заметил, как ребро лопнуло. Пошел к своему старцу, а тот говорит, а зачем тебе это нужно было? Ты же уже не молодой, перед кем ты хотел себя показать таким ловким-то? А теперь ходишь за бок, держишься. Ну, вот эти два моих соседа по палате, они уже встречались не в первый раз. И раньше у них было очень весело, как он говорил мне, этот вот анестезиолог, врач из Рубцовска, он военист, у него такая, он там и на самолетах летал, потом учился в военном училище, потом служил в танковых войсках, вот. И многое чего он повидал, ну, и вот они тут веселились всегда. А в этот раз, говорит, я что-то его не узнаю, и себя не узнаю, что-то как-то мы совсем расслабились. Ну, правда, они там раза два, наверное, выходили на гуляние, вот. Ну, и совсем изменились, говорит, мы, что-то совсем другое у нас. А этот один раз пришел пьяненький такой, вот, физкультурник, спортсмен, потом говорит мне, я тоже хочу молиться. Я говорю, нет, сегодня мы с тобой не будем молиться, вот завтра, если ты захочешь, пожалуйста, а сегодня ты пьяный, не будем с тобой молиться. Я тут в моей кровообольной больнице был и вышел, лежу с бородой, думаю, познакомьтесь, у него газета. Я говорю, а ты с чем лежишь? Да по пьянке тут, пнул или что, сухожилия порвал, говорит. А сам в газете завернутое пиво, говорит, чтоб врачи не были. Я вроде считаю, опять попьет, походит, старая обрядица. Ну, слава Богу, Господь давал, такого даже дома не было, ну, ночную молитву, рано утром вставал, до того, как они встанут, я уже помолился, уже прибрался, все, вот, и вечером тоже. Вначале я уходил, поискал место здесь, в помещении, все закрыто, нигде не найти такого места, что можно было уединиться. Ну, я решил просто молиться здесь. Ну, а часто ходил в храм. Когда вот не было ремонта, у батюшка там, значит, в храме, на одной неделе четыре дня они там ремонтирули, на второй неделе четыре дня ремонтирули. Остальные дни там, когда было благослужение, я всегда ходил на благослужение. Вот, батюшка такой, вон, монголоидного образа, бородка такая еще реже моей, но не стрижет ее. Ему так, ну, лет за пятьдесят точно. Вот, он такой ревностный, во всем убранстве чувствуется, и такой простецкий. Ну, проповеди, конечно, никакой, если бы лучше даже и не говорил, потому что профанация такая, что от этого как-то немножко не по себе становится. Когда он объясняет заповеди блаженства по уху, по носу, что-то там сравнение такие, ну, это для детей и то уже не годится. Вот, ну, а так следит за тем, чтобы вот все были, ну, как исповедь, как и во всех храмах московской патриархии, идет богослужение, он исповедует. У него второй помощник, молодой священник, еще и, по-моему, 25 лет ему нету. Ну, вот, такой совсем молодой, миллион у него-то учится. Игорь, что хотел сказать? Да я вот к Игорю хотел о православной культуре тоже, на эту тему коротко. То есть, как будто бы вот такая провокация происходит вот с этой православной культурой, вводят ее в школах, вводят урок религиозного образования, и православные сразу его забивают и заставляют действительно все, и делают это так нечистоплотно, что действительно вызывают в людях неверующих или другой веры какой-то просто негатив. Как будто бы специально разрешили православным грызть всех остальных. И вот, даже я, будучи православным, я не могу заступиться за православных, как они эту этику преподают. Вот я просто смотрел, это вот и вот это событие, а вот накануне тоже передавали, в суд подали, директор православная, ну, я называю московский патриархат, ввела там эту православную этику. Люди кричат, не хотим, это, ну, необязательный предмет. Но она там такое ввела им. Ну, это и было, это про нее есть все. Это, по-моему, другое. Там и священника привлекали, там чуть ли не засудили. В конечном итоге этот ажиотаж идет, и зачем это все делать? Это только оттолкнет людей от православия, от истинного. О чем мы и говорим. В Библии там нету, там вот заставляют рисовать крест, там что-то рассказывают, какой-то закон Божий. Какой закон Божий, когда человек не знает источник закона Божия? Бога самого. А о Боге нельзя разговаривать вот так. Ну, в общем, вот это все. Поняли? В России нужны талантливые учителя. И не сидеть, вот показывать, как что против-то. А это можно делать на экскурсии. Небольшими вкраплениями. Давайте, вот, пожалуйста, показал на тот, на дерево, вот у меня, как я занимаюсь, на солнце. И тоже ребенку объяснил. А дальше, а где идем? По дороге. А что означает дорога на основании священного писания? А дети вокруг уже толпятся, и друг друга будут спрашивать вопросы. А вот так вот не идет. Они неподвижные, замерзшие. Так, мне лучше было говорить, батюшка здесь был бы. Ну, так как его нету, наш разговор с ним. Когда он сказал, что приезжает епископ, я говорю, а дальше он не все рассказал. Ну, а епископ его максимум спрашивает, а какая у вас программа? Понимаете, все вопросы хорошие епископ задавал. В первую очередь сказал, что городу не трогать. Разве это плохо? И, значит, а других, которые безбородые, он уже не привезет. Это батюшка, он очень мудрый в этом деле. Но вот здесь дальше уже началось... А какая программа? Батюшка говорит, ну как, богослужение, потом литургия, потом благодарственный молебен, потом мы дадим отчет, выйдем на улицу, потом обедаем, потом детский концерт. Я жду, стою уже, батюшка у меня на выходе. Ну, что ну? Ну, а дальше? Батюшка уже их провожает домой, как бы я говорю, стоп, это не пойдет. Такой и дали, ехали. Я дальше батюшке вопрос задаю, как, батюшка, считаешь, мне ехать туда или нет? Ну, что мне батюшка выдал? Как хочешь. Как хочешь. Он ответил так, ну как знаешь, сам. Я говорю, ты что, батюшка? Ты что думаешь, нет, что говоришь? Такая, ну езжай, я же тебе не... Ну как ты меня запретишь? Я почетный член деревни, во-первых, избранник, а во-вторых... Так вот дальше-то самое главное. Так когда уже барашка им скормишь, шашлычок покушают, хотя архиепископ-то есть и будет. Дальше вы скажите, ну отцы, братья, побеседуем маленько-то. Они разомлеют как раз, и в это время мы начнем их пробуждать. И дальше я ему говорю, первый вопрос зададим такой. Скажите, братья, кого-то пригласили, батюшка, вот этого надо пригласить, чтобы архиерея взял этих священников, главных наших обидчиков, которые на нас в милицию вызывали везде. Это самый момент. Я же ничего не говорю. Твои епархии, ты епископ Московской Патриархии, священники ваши епархиальные. Ну и призовите их тоже, мы хотим с ними побыть вместе. Вот позовет или не призовет, это уже о чем-то скажет. Не важно, дальше скажем. Вот вы у нас здесь были, вот здесь сидели. Это вы знали, Владыка, что тут будут священники? Как знают, так это же я и благословил. Надо, чтобы он сказал эти слова. А что в епархии у вас мы собирались, беседовались, было три священника? Три было или четыре? Четверо. Четверо. Ваше это, ну да, так что спрашивать это? Я хочу узнать. Ну, по вашему благословению. Да. Так мы там только разговор вели, как создать рабочую группу. Патриарх-то, Кирилл-то запрашивает, а не просто сам Максим-то. Почему с такой охотой? Зимой говорит, я на вертолете сейчас полетел бы к вам. Батюшка говорит, да вертолет там зимой нет, не сядет, некуда садиться. Так вот здесь, если по вашему благословению, и дальше договорились рабочая группа, договорились потеряевки, день деревни, батюшка все приготовил, телец упитанный, заколотый. И вдруг раз в одностороннем порядке вы прекращаете, прекращаете, какие, дипломатические отношения. И это на год вы отложили, нас не предупредив. Почему? Вот теперь конкретный вопрос. Почему? Без вашего благословения они бы не могли этого сделать. Это вы, 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 сделали? Объясните хотя бы здесь, у нас за столом, почему вы прекратили того, что уже рабочую комиссию мы уже создаем. Уже тема назначена. У меня до встречи так и не было. А вы же говорили об объединении. Мы об объединении говорили. Нам нужно знать больше друг друга и помочь талантами, которыми нас Бог наградил. Батюшка, я тебе программу уже высказываю. Они ответят вот так. На это у меня другие. Я смотрю, как в шахматной игре. На разный ответ, какие разные варианты и что я должен сказать. Я на несколько раз уже там все проиграл. Как дальше будут говорить? А они вот здесь пойдут по одному руслу. Ну, не знаем, да вот как-то так, да слышали. Нет, конкретно. Хотите дальше продлить? Они говорят, кто кого обедел, там все, давайте забудем, страницу перевернем. Я им доказал, этого делать нельзя. Страница осталась грязная, не смытая, слезами раскаяния. Написано, кто на кого имеет, выговори ему. 17 глава Луки. Покаялся, приобрел брат. А не покаялся, я не могу твоим братом быть, он не примиренным. Возьми двух, трех, вот у вас четыре священника. Примирения не было, их не вызвали. Как можно обвиняться с тем, которые нет? То есть мы должны пошевелить и епископа. Так это еще не все. Дальше-то мы в конце концов скажем, в дальнейшем вы хотите, чтобы было. А потом, а зачем мы вам нужны, когда нас крохотные настолько? Зачем мы вам нужны? С таким усердием, Илларион там пишет, пишет не нам, не батюшке, а письмо на отца Иакима, ваше боголюбие, но посылает им, они печатают, у батюшки ничего и нет. Понимаете? Батюшка не получил письмо, которое открыто публикует в журналах от Иллариона, написанное к отцу Иакиму. И соцфотографиями и прочее. Что это за игра какая? Или думаете, что создать общественное мнение? На нас это не действует совершенно. Меня интересует, что обо мне говорит Христос. И когда мне говорят, вот этот человек, он тебя любит так, кто другое. На меня это не действует нисколько. Этвичаро. На меня действует так, любит ли он Господа и Святую Библию. Два вопроса. Если он любит Господа и Библию, будь он баптист, адвентист, кто угодно, я с ним найду общий язык. Мы будем беседовать, будут большие, серьезные разговоры здесь. Этого ничего у нас нет. Давайте встречаться. Теперь мы просто просить будем его там. И он поедет заряженный. Теперь я дальше батюшке говорю, ну к нам-то ехать, страсцы там далеко. А кто их поведет? Ну как доедут? Да в Сепи же сколько ночевали. Где съезжай, даже страсцы никто не знает. Ну что, ты что ли? Как раз я про это и хотел сказать. Когда они сейчас позвонят, ты им скажи, вам нужен провожатый. Вы заблудитесь. Я предлагаю вам брата. И за мной они заезжают, и я приезжаю с ними. Вы не доедете. Батюшка говорит, как-то сказал, так если они с тобой вместе поедут, так они не доедут, они вернутся. Надо записать это обязательно. Да вот я про это и говорю. Надо, чтобы кто-то был скамер. Любая запись, аудио, видео, фото, все свободно. Это всегда и везде у нас разрешено. Вот батюшка разговор не этот, как-то... Я не могу сказать, как отреагировал, но вышел и еще не сказал. А вам для чего я это говорю? Помолились. Батюшке есть такое качество, он даже не согласен, но уже к утру он все обмозгует, обдумает и нужное решение примет. Он работает все время. Какие бы слова ни сказал, даже бывает как к огорчению. У меня один раз епископ-эптический там был. Мы прям ни на чем мы вот так вот схватились, говорят, в клинч этот вошли. Он ушел. Ушел и лег спать. Потом проснулся. Я, говорят, там много наговорил, что не так. Игнать его надо. И дальше мы опять все было вместе. Так что, пока он спал, а мы в голову стучались. Епископ-то добрый, но горячий. И Господь так сделал, что он поехал с дарами, и теперь мы к нему заезжаем как к лучшему другу. Не надо на это смотреть. Впылил человек где-то, тайну не открыл. Если извлек меч на друга, возможно примирение. Но если открыл тайну, где-то понес, ну вместе с Иудой, в среду празднуешь. Потерял он всегда возможность примирения. Поэтому в среду особенно помолиться, чтобы в нас не было этого иудиного греха. А я им скажу, когда готовились к каноническому признанию, то зарубежные боялись, что экуменизм, патриархия, сергианство, это связь с властью. А в конце стали писать, ну не это главное. Я все время долбил, может быть мои слова, и говорят, самое главное, что они не держат слово. С ними нельзя иметь дело. А теперь скажут, а вы хотите знать почему? Я им скажу, почему они не держат слово. Почему? Пуповина не перерезана, соки идут оттуда. А патриархию в сентябре 43-го образовал Берия со Сталиным. Вам надо раскаяться в этом. Легитимной связи с патриархами нет нигде. Это новая образовательная структура была. По рукоположению, да, сохранилась. Это структура, образованная безбожья. Это чего? Карманную церковь развозить, заразу коммунизма по всему миру, и они их посылали. Вот почему. И в этом случае Невзоров, слив информации абсолютно прав. Это, а епископ к нам приехал, теперь мы двери запрем и не выпустим, пока беседа не кончится. Вот и вся у двери, говорит, собаку посадим. Вот, мы поговорили об этом, ну, кое-что я вам сказал, добавил, там, насчет собаки. У батюшки собаки-то и нет, но крепко надо помолиться, три недели осталось. И то, что я говорю, это не фантазия, это вполне вероятно. Или кто-то из наших поэтов, и совсем никуда не годится, если они заблудятся. А там ездят, заблудятся. Даже с линии перейдешь, дорога идет прямо на урывку, там трак. А на потеряевку там совсем узенькая. И нигде в деревне-то не едать, а деревья-то нету. Ну, батюшка ничего не сказал. Можно? Да, я все. Я хотел сказать, что у нас, сестры, подождите, я хотел сказать, что бывает так, кто-то там что-то не знает. Хотел предупредить, вот у нас здесь, это, Игнатий, значит, сегодня упоминал Олега. Вот он один, говорит, как оглашенный. Ну, оглашенный, не оглашенный, не знаем. Но, видите, стремится человек уже, второй раз пытается, чтобы борода была, то есть что-то осознает. Ну, читает, Слово Божие видно немного. Ну, слабоват в чтении, но кто из нас был силен в свое время, тем более божественным заниматься. Ну, а требуются молитвы, сами понимаете. И не забывайте, вот я сейчас стал вам, сказал во всеуслышание. В тот раз сказал, ко мне подходят, а где тот парень, вот давай того парня-то приведи, вот ты в тот раз привел, сейчас что не привел? Я говорю, да я же сказал, он уезжает. А что тихо сказал, сейчас громко говорю. Он уезжает, его не будет здесь. Желаете, чтобы люди приходили к вам? Молитесь как следует. Будут приходить, вас любить. И Бога, Христа за вас. Увидят, что вы свет, соль земли. А так что? Ну, вот он приезжает сюда, опять учиться будет в июне, в начале. Уже, в общем, договариваемся, что брат приютит его тоже. Так что он собирается ходить к нам. Ходит в православную церковь. Там отец Вячеслав Масленников. 7 апреля он бабушку отпевал, бабушка верующая. Так, дальше подожди, пусть он скажет. Хорошо сказал. Так, Олег, расскажи, как ты там был? Это кто был? Да. Сказать, тамошний батюшка Вячеслав Масленников. 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 Он приезжал в Потеряевку по благословению Максима. И когда вернулся, то Татьяна Павловна Аксенова, тамошняя. Он говорит, батюшку не узнал. Он приехал весь сияющий такой, говорит. Я говорю, что батюшка? Так я в Потеряевке был. Один к одному у них все такое же, только у нас благовестия нет. Вот такой он вернулся. А что теперь за это время с ним сделалось? Что дальше? Как разговор был? Что? Погромче только. Ну, было это на пиване моей бабушки. Подойди поближе. Погромче. Я... Володя. Нет, Володя. Ну, он сказал, что сороковоз надо заказать в городе. У нас не делается сороковоз в нашей церкви. Ты набогащая, когда ты слышишь его. Нет, нет, нет. Я спрашиваю, можно заказать в городе Игорь Дубунов? Знакомый у меня, хороший. А кто? Ну, это из Лапкинсов, Раскольники, Еретики. Дальше продолжать там, что вы? Ну, я был в Потеряевке. Перевели, все неправильно, как не у нас. Все перевели на русский язык. Туда ходить не надо. Ну, вот так. Все понятно. Ну, все. Я не слышал, что я знаю, содержание разговора. Видите как. Какие изменения. Он приехал со радостной. После этого мы ни разу не встречались, не переписывались, ничего ему не передавали. Вообще ничего не было. А у меня снова возвращается то, почему сама среда. И когда меня, вот даже епископ спросит, ну, я понял все. Ну, а могут мои священники быть другими, как евангельские? Я слышал, никогда. Да. Потому что в этом нет раскаяния. Папа римский принес раскаяние, что немцы гнали там евреев, католики участвовали. Где у нас это, где это изменение перед евреями? Черные сотни громили, как их было перед революцией. По сегодняшний день нету. Нету. Зарубежная церковь принесла покаяние перед старообрядцами. Не потому ли обрушились такие наказания на нас, что наши предки гнали ваших? Мы не участники. Не за это ли? Патриархия никогда на это не идет, на покаяние. Она беспокаянная, как КПСС. Почему? А где тище ее? Вот где корень весь зарытый. Надо прежнее отрезать, замазать, засмолить, прижечь. Все, раскаемся, прости Господи, но этого нет. А раз нет, он поступает, его за это никто не отлучает, не будет ничего. Любая клевета распространяется. Клевета. Сейчас я вот сюда на ковер скажу, ну докажи теперь всех, потому что... Он ни одного слова не докажет. А почему? Ну все так говорят, и я так говорю. Да ты же был, видел, что и Божья Матерь, и иконы, а это все забыто, стерто. Почему? Система. Система это страшная вещь. Дело в том, что, братья и сестры, я хочу сказать. Вот нужно побывать в Московской Патриархии, в храме, на богослужениях, чтобы оценить то, что мы имеем. Это первое, я хочу сказать. Повтори, не поняли, вы говорите. Кто не понял? Я говорю, нужно сходить в храм, побывать на богослужении, в Московской Патриархии, чтобы оценить то, что мы имеем здесь. Какую мы ощущаем разницу в чем во многом. Не только потому, что мы здесь читаем по риме на русском языке. А вообще, и батюшка сегодня говорил, да, это благолепие, это красиво, все там, но это нет того... Мертвичина, действительно, мертвичина. И я хочу сказать, что у нас хорошее есть правило, что нам разрешено ходить в храмы Московской Патриархии. И почему? Потому что в благодати мы не отрицаем, что она существует в Московской Патриархии. Только поэтому. Но не надо умиляться. Я знаю, что некоторые из наших прихожан, которые ходят в храмы, они умиляются всем этим. А там также, потом заявляют нам возвращающиеся сюда, на то, чтобы поблагодарить якобы. Да там такое же, один к одному. Ну что такое-то? Ну как же можно сравнивать? Не надо умиляться этим. А нужно бодрствовать, потому что сатана может совратить с пути истинного в любой момент. Ну, Моника, я вам просто поеду уже. Я хотела два объявления. Одно. Вчера на Еле-Помазане немножко такой организационный момент. И сегодня, когда батюшки ко кресту подходим, все торопятся поклониться иконы поцеловать. А батюшка пока Еле-Помазане проведет, как бы получается затор небольшой. Но те, которые кланяются, почему-то все равно продолжают кланяться и идти туда. Этих уже отталкивают, они уже назад, эти вперед. Сегодня вообще батюшка зашел, им у нас было что-то в алтарь взять. Ни одна пара не остановилась. Как шли, так и шли. Уже вот эту кучку создали. Но все равно стоять придется. Ну, постойте вы здесь. Зачем вы вот уже отталкиваются? Этих уже там стоять некуда. Но все равно надо пройти, надо поцеловать. А потом сюда и опять возвращаются. Вот этого не надо делать. Ну, вы видите, уже там стоит 2-3 пары скопилось. Зачем 8 пар туда толкаетесь? И друг друга вы... Ну, кто знает, это всегда так. Вот я уже не первый раз замечаю, зачем вы идете друг на друга. И второй момент. Сейчас не переводи, Игорь. С Настей мы связались. Их ограничили по срокам, чтобы они до Пасхи вывезли дом. Я перевожу чуть-чуть другую. В дом вывезли. А свекор, который им помогал, основную помощь оказывал, он в запое. И она хотела, чтобы... Ну, Андрей не хочет как-то вот объявлять это, просить помощи. Она говорит, может быть, братья помогут там или как-то. Настя-то вот как бы рада бы была. Но потом вроде как получилось, что она кого-то там нашла, кто поможет им это сделать. Сейчас она переговоры ведет. И то есть братьям не надо уже ехать, просить, никого организовать. Потому что это очень сложно. Одному надо ехать, да, чуть-чуть, на 1 мая, 2 мая. Печку делал, 3-й потеряевку, 4-й потеряевку. Кто-то к родителям, кто-то. У всех планы на 1-й, понимаете? И каждый сам понимает, сколько бы он мог дать, чтобы ему не ехать, не помогать, а помочь материально. Правильно? Вот поэтому вот у нас есть эта копилочка, есть у кого желание, так сказать, компенсировать, то, пожалуйста. Я хотел сказать, сегодня брат зашел, Николай Польгуев, и говорит, сестры, много сидело сестер, выключайте мобильные телефоны. Я говорю, сестры, слышали, брат, что говорит? Хватит, говорю, слушать уже. Шепотом нельзя разговаривать. Вы, как специально, взяли спецшпионов, роботов, сатанистов, засалываете их в свои карманы везде, где не поймешь где, ставите на громкость, чтобы она надоедала всем. И начинается это брям, трум-трум-трум-бум-бум-бум-торум. И самая молитва идет. Вы знаете, как бесы действуют? Игнатий Тихонович сегодня рассказывал про бесов. Мы вчера записываем ролик, он тихо, он как раз начинает говорить о бесах. Как там эти бесы страховали людей, что они побили. Ну ужас, короче, у всех на ужас, застыл, глаза вырваны. Вы на немножко воображение включайте. В этот момент, когда он начинает показывать местописание, раз, экран, и вообще показывает что-то белое все. Ничего, ушло. Вот, сейчас-сейчас я найду. Ну я, говорит, ничего, понятие мало, где оно. И говорит, ох, и силен бес, говорит. Прям только начали. Я тогда открою вторую программу только. Вот это и говорит, брат, прислушайтесь. Я насчитываю житие святых. Кому это надо? Закрыто. Одно окно у меня, барак, на первом этаже метет пурга. И вот я насчитываю житие Исаака Печерского. Он так много делал для Бога. И к нему пришли бесы и сказали, что завтра его брать будут. Он такой угодил Богу, как порох Илья. И он поверил в это дело. И когда показался, завтра придет Христос. Он пришел, он в ноги-то поклонился, а там куриные ноги. Это сатана. Как они захохотали. Исааки наш, наш. В ладоши захлопали. Взяли его и как в баскетболе начали кидать друг другу в руки. Утром пришли, Исааки благословили. Никого нету. Ну взломали, открыли. Он полумертвый лежит. Он забыл, как ходить, как есть. Полгода не знал, как рот раскрывать. И что самое важное. Когда все-таки Бог вернул ему разум. И он теперь уже один, говорит, нигде не хотел в келье быть. Над одним дьяволом особенно смеется. И вот этот момент, когда я начитываю, как дьявол берет его. Он молчит, дьявол. Но когда написано, и дьявол, он победил. А как победил? У него печка была и дымит. У меня дымит, я замазываю. А дьявол, видимо, сверху сел, закрыл трубу. Вот как здесь председатель ревизионной комиссии. Это Сытый, бывший глава центрального района. У него закрыли трубу. И они все в доме, все умерли. В Барнауле-то. Все уже раскрыто здесь. И, видимо, та же. И у него огонь, пламя стало вырваться из пешки. Что бы я сделал дальше-то? Он заскочил голыми ногами, встал и закрыл все щели. Представь, на раскаленной пельте. Не сойду, пока он понял, что сатана это делает. Пока ты, сатана, а Бог делает так. Пламень огня повернул на него, видать. Как у Павла Простого. Раскаленный камень не сойду, пока не выйдешь из человека. Он завопил и выскочил. Так и здесь. И в это время в раму вот со всей силой вот так вот бах-бах-бах. Мы двое только здесь. Ни раньше, ни позже. Одна рама просто колотит со всей силой. Ну что, я досчитал? Или там закончилось все? Выходить? А уж время их 12 часам. Как выходить? Кто мог сделать? Давай выйдем. Выше ни следа нет под окном, нигде ничего нет. Пурга. Все заметено, нигде нет. То есть, видимо, ему зачем следы-то? Вот и все. Но страх это не навел на нас. Но, конечно, жутковато было. Когда мы увидели, что следа никакого нет, на молитву, вот какое дело-то. С этим надо быть очень внимательным, что говорится о темной силе. Николай хочет сказать что-то. А я еще продолжаю. Я еще не закончил. Так что у меня теперь предложение. Вот на храмах делают вот так. Мобильник рисуют, перечеркивают его. И просьба всем выключить мобильные телефоны. То есть нам нужно сделать такое оповещение. Первое, это первое. Если это не поможет, я думаю, надо драконовские методы на выходе обыскивать всех и отбирать всех роботов-шпионов. Значит так, кто вчера или когда-то не выключал, у кого он звонил здесь. Поднимите руку, у кого. Ну было такое, что зашли, у кого-то звонили. У меня был новый включен. Никто не сознается. Это я уже заранее говорю. Она сказала, что у нее был выключен. Она ничего не сознала. У меня вот он телефон. Если я нахожу, я его кладу здесь. Меня все время ищут люди из-за границы, где... А рядом кто-то как-то звонит, ты мне скажи. Я его не выключаю, не умею выключать. Пределы моего незнания трудно определить. Я ничего не умею. Ни одно смс не послал. Даже не помню этого. А что делать? Кто в этом замешан, просьба кладить вот сюда телефоны. Никого не обыскивать. Нормально будет? Да. Помолитесь, выйдите, не выключайте ничего, ну и все без сказ. Хотите выключать, но больше кто-то в этом замешан, телефоны туда не заносите. Здесь будут звенеть, тоже мешать будут. Вот это вы их занимаетесь. Не берите с собой. С собой, Боже мой, этот порог сзади не заносите. Вот это лучшее предложение. С собой, если вы искушаете, искушаетесь и сами искушаете всех, испытываете терпение верующих, не берите с собой телефон. Вот я сегодня с собой телефон не взял. Вообще. А зачем вы нажимаете? Игорь, добавим, только в храм. В храм не заносите. Ну да, потом там, а нет, в храм. Так они там звенят, так что ая-яя. Ну пускай с телефоны, кто уже замешан, положите здесь. Я думаю, это очень щадящий режим. Ну пока щадящий, да? Так, теперь... Еще хотел сказать. Сейчас еще скажу. Вот, смотрите, она заметила, заметила одно, другое, что неправильно подходите. Ну видно, народ столпился. Ну почему не постоять, пока очередь пройдет? Вот за рубежом интересно, мне сразу сказали, вы в очереди здесь нигде не остановитесь. Я говорю, что вот тут не принято в Америке. Если 2-3 человека, ты к другому прилавку подойди, а сам смотри. И тогда подойдешь. Сейчас как сделали в кассе везде? Подходишь, квиток, никто в очереди не стоит, а сидит, ждет, когда загорится, кто получает пенсию. Это знаете как? Вот она это заметила. Как же другие это мы не заметили? Почему она другим взором смотрит? Член нашей общины стоит рядом, и она видна, что тревожится. А нам нужды нет никакой. Вот теперь помолитесь, чтобы подражать ей, чтобы ее глаза Бог вам дал смотреть. Она видит, а мы не видим. А чем я хуже ее? Почему я слепой-то не вижу, что друг друга дарим-то? Еще по дисциплине, коротко, когда братья, уже Игнатих об этом говорил, что вот ко Христу подошли, да, там у нас немного места, поцеловали икону, мы подходим парами, да. Но получается так, один еще не успел поцеловать, перекреститься, уже второй все это быстренько сделал, поклонился, уже у батюшки стоит. И это сегодня было само. Третий поклон, у икон, дальше, напротив полтора, встали вдвоем, дождись того, и теперь вместе, третий поклон, вместе, синхронно. Мы уже неоднократно говорили. Нет, просто забываем было. Быстрее. Еще я хотел попросить, видите, Марины нету, она уехала в Москву. Так едет домой уже. Да, она сейчас домой на самолете полетит, поэтому помолитесь, она путешествующая. В среду она приедет, попросила, чтобы она доложила, как дела поделилась этим. В среду, ну это, желание каждого, у нас же он ездит, собственно, никто не делится. Ну а если нет полезного, будет полезное, значит, расскажет, я о чем могу сказать. Она же там не я. Сами попросите, что она скажет. А вот у меня, у меня, вот подождите эту минутку, почему толпа стоит возле батюшки? Выходит, вот кто стоит возле дверей, идут прям сразу туда. А мы идем вот сюда. Вот раньше все выходили и шли в круговое сейчас. Правильно я говорю или нет? Вот поэтому стала столпа. Вот, Надя, надо было тебе обратить внимание и всем... Надо в одну очередь проходить. Две очереди. Вы ее разве не поняли? Я поняла, поняла ее. Вы все про другое говорили сегодня. А потом, да еще раз. Она-то говорила не то, что там толпа образовалась из-за этого, а то, что батюшка отошел, зашел в алтарь. А все продолжают идти к иконам подходить. Уже кланяться негде. Вот подошли, батюшки нету, стоят, ждут. Пара стоит, ждет. Следующая подошла, иконы поцеловал, подошли, снова ждут. Батюшки нет. Следующая пара подошли. И начинают уже вот в этом месте. Даже по большому кругу толпа, все равно будет создано. Так, это дело в следующем. Это происходит всегда только меньше людей. Сегодня случилось не как всегда. Ну бывает такое, не хватило просмотров. Откуда? Почему не хватило? Ну причащающиеся, потому что были. Причащающиеся, взяли эту часть. Теперь все пошли, батюшка на глаз раскидывает. Ну немножко не раскинул, там не хватило 8 штук сегодня всего. У него вообще глаз отличный. Это бывает редко. И за этим надо просто каждому следить. Но вы знаете, что внимание у многих уже, последних особенно у нас, это ослаблено, это понятно. Люди уже при последнем, так сказать, издыхании практически. Простите, но это так. Ну можно и мят уже, но если у меня поразит, то только какая-то непонятная болезнь или смерть от чьей-то руки. Но тут уже пожили нормально. Поэтому я не стал. Игнатина говорит, почему ты не обратил внимания? Да я внимания обратил, я просто не знал, сколько батюшка там будет находиться. Он обычно зашел, у него порезано, он взял, положил и вышел. А здесь он начал резать. А хлеб оказался твердым. И он его пока разрезал, то есть сложно было там, чуть больше времени прошло, поэтому успели просочиться. А так это всегда происходит, когда батюшка Миропомаса не делает, третья песень проходит, но до шестой обычно мы уже все проходят. И на третьей песне батюшка дает возглас, поворачивается вот так. А там продолжают идти. Но он дает все маленькие две молитвы. И успевает там парочка всего пройти. То есть не успевает набиваться, хотя набивание уже начинается. И это всегда происходит. Поэтому то, что она заметила, вот здесь две лишние пары, ну что, глазомер отличный, у Нади тоже. Я что могу сказать? Но сейчас из-за этого вот такую поднимать и что-то записывать невозможно. Насколько, как батюшка зайдет, выйдет, как он ошибется, или это, или ошибка, это не ошибка, что мы сейчас будем его рассматривать. Поэтому молодец, все правильно, сестры, вы сами смотрите и останавливайте. Не буду же я кидаться. Вот сегодня телефон заиграл, я стоял, стоял, смотрю, все начали оглядываться, ну вижу, молитвы уже нету, я пошел. Я пошел, перебирать начал, два телефона играет. Вы что думаете? Я думаю, так, это бесовщина, сразу вспомнил вчерашнее. Тем более в 7 минут, когда стоим, вообще двигаться нельзя. Лежу, Игорь бродит, что с ним случилось-то? Я забираю эти там какие... Я не могу понять, прямо пешил. Игорь ходит, шарится, 7 минут вообще шевелиться нельзя, молимся. И я это понял, что... Но я потом думаю, так, Игнатинский, что вообще глухой, он, наверное, даже не слышит. А я здесь... А все стоят, оглядываются, помощников куча, мне начинают советовать уже. Я собрал там сколько там плащика чьи, ушел, смотрю, сестры уже прохахатывают надо мной. А ты-то не нашел. Да вы что, не понимаете, что творится, что ли? Бесовщину нас запустили, теперь надо мной потешаетесь. Так, что телефона будет-то сегодня? Да кто не скажет, никогда. Ну, Тонин, да. А вот на шаратой третий. Да она говорит, нет, не ее телефон. Что теперь? Тонин. Стоп, подождите. Игорь не врач. Все, он был отключен, и она говорит. Тихо. Мария Яковлевна, мы с вами хорошо знакомы, перестаньте. Так, вот. Так я вот сумку... Шумели? О, плохо, не знаю, что... Наконец-то. Разговор закончен на эту тему. Игорь, проследи за телефоном. Я был закончен, уже следить еще не надо. Сюда телефоны кладете, заходите, а потом опять берете. Все просто. Все, по пять раз повторяйте. Что хотел? Благодарим, Куба. Давайте. Сережа, сейчас посмотрим. Сергей Павлович. Я хочу поблагодарить за молитву. В прошлый раз я просил молиться, у меня на работе были неприятности. Меня требовали назад деньги за проделанную работу. 15 тысяч рублей, клиентам это не понравилось. И я стал молиться, и вы тоже. И Бог так расположил сердце, что человек не просто перестал требовать с меня деньги, а предложил еще столько же, чтобы я продолжил работу. Ну вот молитесь, как следует. Не забудьте за Олега молиться. Мы сейчас помолимся, и буквально на одну минуту постойте на месте, я скажу обвинение. У него мама очень добрая, кстати, очень. Благодарим Бога. Достойно и всякого истину, вложите Тя, Богородицу, Присновлаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего, честнейшую Терувим, И славнейшую без сравнения Серафим, Без истления Бога, Слова Рожшую, Сущую Богородицу Тя величаем. Господи Божий наш, слава Тебе за этот дивный день, напоминание, приготовление к Пасхе, когда исполнилось пророчество Захарии, как Ты въезжал в Иерусалим, царь мирный и добрый. Научи нас Тебе подчиняться, без наказания Твоего, добровольно, слушая, что говорит нам Дух Святой. И в чем мы погрешили здесь? Прости нас, Господи, исправь, очисти, омой и убили. Посети узников, томящихся за Слово Твое Святое, и освободи Александра Людмилу, и неведомых нам страдальцев Владимира Леонида. Будь милостив к нам, Господи. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух, Аминь.